Генеральный партнер информационного канала «Город» — фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Шикарная мебель любой сложности. Детская, гостиная, спальня. Фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Лепсия 12. Это не джаз, это любовь. В Кирове выступил самый популярный израильский музыкант J7. Русский по происхождению прославился виртуозной игрой на саксофоне, испанской гитаре и флейте. В его репертуаре только популярные мелодии джазменов, например, Стиви Уандера. За два часа, именно столько длится концерт, он рассказывает слушателям историю своей любви к музыке. Подробности у Юлии Косолаповой. Этому музыканту не сидится на месте. Ради настройки звука он готов ходить по залу и слушать, как саксофон звучит в разных частях зала. Музыкальный инструмент капризен и требует хорошей акустики. В драматическом театре, именно здесь проходит концерт музыканта, со звуком все в порядке. Здесь J7 выступает уже в третий раз и уже знает каждый глухой угол. Пространства, настроения мне вполне хватает, потому что я уже третий раз приезжаю в город и приезжаю один. Ну, так как-то сложилось исторически, что приезжаю я к вам без музыкантов. По звуку, звук замечательный, вот сегодня буквально, вернее вчера, как мне объяснили, что отстроили звук отдельно. J7 привез на концерт саксофон, испанскую гитару и флейту. Он умеет также играть на перкуссии и барабанах, но в формате гастролей эта аппаратура не вписывается. Каждый инструмент аккуратно упакован в свой чехол. Сбить настройки значит отменить шоу, но такого на практике музыканта не было. Самый главный гость вечера, конечно, саксофон. Это уже пятый в коллекции музыканта. Купил он его в Москве у одной студентки. Даже блестит он, видите, как новый. Обычно у саксофонистов саксофон, они там такие облезлые, все такие пошарпанные, все такое вот. J7 это сценическое прозвище. Гости из Израиля по-русски зовут Дженя. Если английскими буквами написать его имя, начинается оно с буквы J, отсюда и псевдоним. 7 в переводе 7 его любимое число. Да и день рождения музыканта в седьмом месяце. Родился он в России, но музыкальная карьера началась в Израиле. Сейчас музыкант обладает своим индивидуальным стилем. J7 уверяет, он не играет джаз, он играет любовь. Я не могу сказать, что я виртуоз, я хороший исполнитель. О себе так не говорят. Со стороны люди могут сказать, что да, этот человек там виртуоз, но я так не считаю. У меня еще есть много над чем работать. Изучать какой-либо другой инструмент чисто для себя, для вот удовольствия, для развития и так далее. Хотелось бы. Вопрос, где найти время. Потому что все время гастроли, поездки, самолеты, поезда, машины и так далее, перелеты. Поэтому просто физически невозможно. В репертуаре только хиты, но в его собственной обработке. В основном все песни о любви. Поэтому музыкант с уверенностью говорит, что джаз он не играет, его он берет лишь за основу. На своем концерте музыкант редко стоит на одном месте. Он ходит по залу и приглашает зрителей потанцевать вместе с ним. Специально для концерта музыканта на сцене Кировского драматического театра установили многометровый экран. Это не декорация. Сделано это для того, чтобы зрители не только послушали, но и посмотрели на музыку. В Киров музыкант приехал на день раньше, поэтому не устал. Успел погулять по набережной Грина, перекусить в ресторане. Будет ли полным зал или придут ли самые преданные поклонники, музыканту не важно. Он готов выступать для тех, кто его хочет слушать.